Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители, будем начинать нашу встречу. Я езжу по России и анализирую, насколько разные реакции в городах, на юге, на севере. На севере выступать трудно, очень. Там люди немножко отмороженные такие, не считая Петербурга. Петербург великолепный город, я очень люблю там выступать. Там люди понимают, над чем смеются. На юге выступать, конечно, легче. Вот на юге зал сидит, только вот покажи что-нибудь смешное. Хохочет сразу. Вот добрый вечер. Ха-ха-ха-ха. Написано, человек с юмором выступает. И все, надо смеяться, значит. Вообще у нас все равно наш зритель очень симпатичный. И мне нравится выступать перед нашим зрителем. У наших людей очень хорошее чувство юмора. Конечно, не везде. И тоже есть какой-то процент толстолобиков, которые не знают, когда смеяться. Например, мне однажды довелось выступать в городе. И знаете, сидит три горстки буквально людей. Никто не улыбается. Я говорю, покажите афишу. Что вы там написали? Это было лет 10 назад. А у меня показывается афиша, там написано Задорнов-лекция. Мы так и, в общем, провели время, уважая друг друга. Я внимательно читал, они меня внимательно слушали. И мы разошлись, уважая друг друга. И я, когда переезжал в другой город неподалеку от того места, я говорю устроителям, пожалуйста, предупредите людей, что я выступаю с юмором. Потому что действительно у меня бывают проблемы. Дело в том, что я, когда говорю о чем-то иронично, я лицом не хлопочу в этот момент. Знаете, как на Западе комики делают. Они сказали шутку и сразу видно, этот человек с юмором выступает. У нас не всегда видно, что человек с юмором выступает. Это надо чувствовать. И я уж раз такое делаю, я говорю, предупредите, что у меня все-таки юмористический вечер. Действительно, уже 4 горские людей сидит, одна уже похихикивает. И я говорю, вы переделали афишу устроителей? Говорят, да, безусловно. Я говорю, покажите, там написано Задорнов-лекция в скобках с юмором. Ну вот так ненавязчиво я как бы вас предупредил, что я буду с юмором выступать для тех, кто не знает этого. Представьте себе, Советский Союз, 50-й год, первая миниатюра, их три будет. Они написаны как бы, ну, разное время в этих миниатюрах. Итак, Советский Союз, ну, представьте, кто молод, напрягите воображение. 50-й год, деревня советская, он, она, ночь, копна. Она, ой, Васька, ты что ли? Васька, давай, залезай скорее в копну, только обещай, что не будешь меня своими ручищами бездыжими лапать сразу. Васька, давай лучше помечтаем. Смотри, сколько звезд на небе, хорошенькие, маленькие, как наши колхозные яблоки. Васька, убери руки, слышь, всю блузку замацкал. Никогда больше к тебе в копну не приду, правда, клянусь, хоть век мне с председателем в лодке не кататься. Васька, смотри, Млечный Путь, Васька, видишь, точь-в-точь Федькин грузовик ехал и все зерно по дороге просыпал. Кстати, Васька, Васька, вот Федька, который вчера тут на твоем месте сидел, говорит, что лет через 20 уже при коммунизме денег не будет, а до Марса трамваи ходить будут прямо из нашего колхоза, от коровника, да. Ну, романтик он все-таки, Вась, не то, что ты, только об одном и думаешь, убери руки, слышь, сиди быстро, мечтай, кому сказала. Ты, кстати, почему план не выполнил? Золотые ведь руки у тебя, Вась, щекотно, а план не выполнил. Ну, какой ты нетерпеливый, Васька, как наш Мерин махнорылый. Васька, в последний раз говорю, не уберешь руки, протянешь ноги. Ты же знаешь, я ударница. Треснув, партию по частям принимать будут. Голову последней, Васька. А работать сможешь только в красном уголке, бюстом Мересьева. Я, между прочим, своими руками, Васька, бычкостекку за рога удерживаю, когда он на Тамаркину грудь зарится. Ну, что ты сразу задрожал, как ржавый трактор на колдобинах? А я ей завидую. Вот это грусть, Васька, сколько же на такой груди орденов уместиться может? А на моей вон только значок ГТО, видишь? Васька, смотри, смотри, а руками святой, а не лапой. Что, что святой? Значок святой. А это вообще не значок, убери руки. Васька, руки у тебя хоть и золотые, а холодные, как ноги у нашего фельдшера. Тамарка рассказывала. А еще, Вась, я бы ребенка хотела, и чтобы он был похож на Павла Корчагина. Ага, только чтоб не хромал. Ну, что-то на меня сразу набросилось. Я же тебе не сказал, что я его от тебя хотела. Так, быстро положи свои беспартийные грабли на колени. Да не ко мне, а к себе на колени. Вот так и сиди в небо, смотри, как сфинкс в копне. Сфинкс это такое животное, Вась. Наш агроном на него похож, когда на работе спит с открытыми глазами. И вот скажи честно, Васька, честно скажи, глядя в эту красоту эту в небо. Вот ты бы хотел стать птицей. А вот Федька хотел бы. Он мне сам сказал, хотел бы я стать Наташ птицей. Взлететь высоко-высоко, оттуда камнем вниз и прямо к председателю на голову. И чтоб в дребезке. Васька, 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 прекрати. Васька, Вася, Вася, Вася. Вася. Васенька, Василек ты мой. Вот за что я тебя люблю? За то, что ты все равно своего всегда добьешься. Не то, что Федька, до утра про звезды трепется. Теперь представьте себе второе продолжение. Это с продолжением. Прошло 15 лет. Советский Союз. Время понятное. Они же. От ее же имени. Изба. Та же деревня. Ночь. Она ему. Вася, Вась, проснись, слышь. Хорошо человек отреагировал. Тебе так же, да? Это... Васька, проснись. Всего 15 лет со свадьбы прошло. А ты, как только спать ложимся, сразу к стенке отворачиваешься. Что это, снотворное, что ли? Повернись, слышь, нашей дочурке братик нужен. Ну, что ты там молча грязным пальцем в обоях ковыряешь? Всю стенку расковырял уже своими отпечатками. Ну, хорошо, не хочешь сына, давай хотя бы о Феллине поговорим. Или еще о чем-нибудь возвышенном помечтаем, Вась. Например, о том, как мы тебе пижаму купим. Выходную, как у нашего председателя. Но мы тебе еще красивше купим. Будешь в ней по субботам в клуб на танцы ходить. Васька, последний раз, говорю, повернись по-хорошему, а то запою. И не просто запою, а гимн. Хочешь, и в постели о стое слушать придется. Ну, хорошо, а секрет хочешь расскажу? Меня, Васька, представляешь, как ударницу на съезд пошлют. Ага, ну ты не обижайся, тебя тоже обещали наградить доской почета отметить. А что, я поеду в Москве, побывать хочется. На съезде вообще много интересного ожидается. Шапки продавать будут. Из этого чижика, что ли? Из натурального чижика, да? Еще колготки тоже. Представляешь, два чулка вместе шили. Ага, как перчатки для ног, Вась. Здорово, да? Ой, а еще, говорят, Васька, всех, кто в партию, кто в коммунизм верит, на спальный гарнитур в очередь записывать будут. Французский, белый, называется «Какая-то ночь варфломеевская», что ли? Удобный такой гарнитур, как у нашего председателя. Мягкий такой, пружинистый, знаешь, Тамарка рассказывала. Кстати, Вась, Вася, Вася, проснись. Я себе новую ночную рубашку купила. Хочешь взглянуть? Фабрики Буревестник. Это такая известная обувная фабрика, Вась. Она специально для ударниц. Да, из отходов обувных ночные сорочки шьет теперь. Влезала в нее, Васька, словно в чехол от электрички. Смотри, что на груди написано. Коммунизм – это есть неизбежность. Понял? Ну что ты сопишь? Повернись, слышь, Вась, не трону, клянусь. Клянусь, не трону, клянусь самым дорогим, твоим велосипедом. Зато если повернешься, Вась, жвачки дам. Хочешь? Наш агроном из Италии привез одну штучку. Теперь всем пожевать дает. Сегодня наша сорок первая очередь. Только, Вась, ты ее, как в прошлый раз, не глотай, слышь. Я вернуть обещал. И еще ни Федька, ни Тамарка не жевали. Ты что, Вась, заснул, что ли? Эх, Васька, ленивый-то отстал, как наша овца на ВДНХ. Стыдно, даже не знаешь, что такое Феллини, блюдо или одежда. И я не знаю, Фильку кривого знаю. Тамарка, кстати, на Фильку в Портком написала, что он ее обозвал свиноматкой в сарафане. Слышь, а Портор, как всегда, не прочитал и резолюцию наложил. Одобряю. Васька, проснись. Жизнь проходит, а ты все молчишь. Поехали в Италию, Вась, собирайся быстро. В Риме в Лувр зайдем. Поглядим на пирамиду Херопца. А еще Васька, агроном, рассказывает в Италии, ужас, одни мафиози. Один прямо к нему пристал, представляешь? Только сам из магазина вышел, купальник своей купил. Тут мафиози с пистолетом, а давай, что купил? Наш купальник вытащил. Мафиози только размер увидел, так остолбенел. Пистолет выпал, так и стоял в столбнике, ждал, пока полиция приехала. Ну хорошо, Вась, не хочешь в Италию, поехали в Москву. На Кремов взглянем, на эту статую известную, Мосфильм называется. Помнишь, он к ней тянется молотом, а она ему серпом. Эх, Васька, Васька, утро скоро, а ты на мою новую ночную рубашку не взглянул, а Федька говорит, она мне к лицу. Васька, а по-моему, нет. Если честно, срам какой-то, коротенькая такая, все вываливается. Точно-точно, как в том журнале Бестыжем, помнишь, Федька показывал, там, помнишь, на последней странице, ты чего, Вась, зашевелился? Ты чего, вспомнил? Ух ты, и задышал сразу, как лошадь пожарная во время тревоги. Васенька, вот за что я тебя люблю? За то, что тебя всегда хоть к утру растормошить можно. Не то, что остальных мужиков. Тамарка рассказывала. Ну и последний раз воображение надо напрячь. Наши годы. 50 лет спустя. Кладбище, она же у памятника. Да, очень весело. Ну вот, Вася, я тебе цветочки принесла. К изголовью положу у памятника. Сама рядышком посижу, поговорю с тобой. За жизнь-то нашу мы не наговорились. Ты все больше молчал. Я верещала. Вот и сейчас я поверещу, а ты уж потерпи, Вася. Детей наших давно не видела. Теперь особенно не съездишь в город. Помнишь, когда-то в копне мы мечтали с тобой, Вася, ой, что через 20 лет до Марса трамваи ходить будут. Вот оно как обернулось. 50 лет с тех пор прошло, а автобусы больше в город не ходят. Бензин знаешь сколько стоит? Хорошо, что ты лежишь, Вася. Ну что еще? Хотела летом на юг съездить, морем подлечиться, но вход в море сделали платный. Я понимаю, это как идея воспринимается бизнесменами. По щиколотку 5 рублей, по колено 10. По шейку пенсия. Причем, Вася, говорят, платить при выходе. Я не понимаю, а кто не вышел, что ж, штраф что ли? Словом, единственное место, Вася, куда можно бесплатно прийти, приятно время провести, поговорить, это к тебе. Но ты не волнуйся, обо мне дети наши заботятся. Сын у нас хороший получился, ученый. Не зря тебя тогда растормошило. Да, видимся часто. Раз в два года обязательно. При этом он каждый раз из-за границы мне, Вась, подарки привозит. В последний раз привез? Угадай. Не можешь. Ладно, скажу. Баллончик от хулиганов. У нас же теперь, Вась, все как в Италии. Кто с пистолетом, кто с баллончиком, кто с отечественным дезодорантом. Федька говорит, самое страшное оружие отечественным дезодорантом, Вась. Прыснешь в глаза, все, человек падает. Причем от струи. Ой, Вася, все изменилось. Помнишь, в той же копне, Вась, мы когда-то мечтали с тобой, что наступит такое время, когда денег вообще не будет. Десять лет назад написано. Вот так, Вась, сбылось. Никому больше денег не дают. Ни пенсии, ни зарплат. Так что первый признак коммунизма до нас добрел Вася. Ага, даже наверху средства кончились. Представляешь, космонавта запустили, а обратно посадить не на что. Второй год уже в космосе крутится. У него за это время на Земле третий ребенок родился. Это космонавт, гордость наша. А что про нас говорить? Даже Фильке кривому пособие по инвалидности не дают. Хотя он каждый год справно приносит справку, что у него нет ноги. Комиссия каждый раз собирается, внимательно смотрит на его культяпку, после чего выдает справку. подтверждаем, и в этот год ноги нет. Вот так, Вася. Или не так. Порторг в церкви попом служит. И участковый за что-то на него дело завел, а тот участкового от церкви отлучил за это. Агроном вдруг всем объявил, что он царский наследник. Представляешь? Один из убиенных царевичей. И даже справку достал, что его анализы совпадают с анализами найденных останков. И всем справкой тычет, мол, это мои останки. Не узнать нашей деревни. От колхоза миллионера один председатель миллионер остался. На старости лет тоже бизнесом заняться решил. Офис открыл в коровнике. Секретарш по стойлам посадил. Важный такой ходь в шляпе, в очках, даже ночью в солнечных. Без зубов улыбнется, ей-богу, словно во рту лимонку взорвали. Вась, какой-то травой торгует, мудреное название, какой-то герболайф, что ли. Даже над коровником вывеску на иностранном повесил. Герболайф. Все читают, спрашивают, а что такое булайф? А он всем отвечает, это здоровый. Ну, в общем, мужики покупают. А фельдшер, слышь, Вась, фельдшер, помнишь, ясновидящим стал на старости лет. После того, как в подвал по пьянке свалился. Ему что-то открылось, говорит. Видать, сильно ушибся. А его сын тоже лекарь. Васька, ты меня слышишь? Тамарки, представляешь, пластическую операцию сделал. Ага, натянул лицо на затылок. Уши по моде убрал. Не лицо, Вась, рыболовецкий поплавок. Но, видать, перестарался, многовато забрал. Глаза выкатились, слышь? Как будто сзади ее закопчик леший схватил. И не пущает, слышь? Один глаз косит, и оба не моргают. Нечем видать. Веки как отходы пошли. Точно на вокаин в оба глаза закапали, слышь? И все время Тамарка улыбается. Читал человек, который всегда смеется? Вот это теперь Тамарка. Че, не спроси? Губы в улыбке аж на темечке сходятся. У нее дед помер, а она лыбится весь день. Ну, что тебе еще, Вась? Ой, Вась, чуть не забыла радостную новость сообщить. Вот ты порадуешься, Вась. Слышь, очередь на наш с тобой спальный гарнитур подошла. В открытке написано белый, как ты и мечтал. Но теперь, чтобы мне его выкупить, надо продать наш дом. А как-то глупо согласись, в поле с белым гарнитуром. Я дочке отдам. Дочка у нас хорошая. Замужем за бизнесменом. Большой бизнесмен, метра два ростом. Он мне восьмую получку справно присылает. Семь долларов. Я у него на предприятии числюсь брокером. Он мне за это в месяц платит пять долларов. И еще два доллара за нашего кота Мурзика, который у него по ведомостям проходит как помощник менеджера. Все, Вась, пойду, темнеет. Цветочки, которые тебе принесла, с собой заберу. Здесь ничего уже оставлять нельзя в наше время. Скамейку тоже возьму. Памятник пока тебе остается. Воровство, Вась, сплошное кругом. Квартиру председателя, помнишь, вся в коврах ограбили. Одну записку оставили. Так жить нельзя. Видишь, есть все-таки на свете справедливость. Вась, не волнуйся за меня. Я как-нибудь проживу. Ты же знаешь, я старая комсомолка, да еще с балончиком. В наше время многие все время так, ну, фантазируют, какое будет у нас правительство. Я на этот вопрос хочу ответить притчево. Не хочу отвечать конкретно. Есть древняя фраза, кого-то из мудрецов. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Кто-то перефразировал из моих знакомых. Кажется, это сделал известный мой коллега Андрей Кнышев. Мне завидно, что это пришло ему на ум, а не мне. И его перефразировка звучит гораздо современнее и правильнее по отношению к нам. Каждый народ имеет то правительство, которое его потом имеет. Поэтому, чтобы было понятно, кто нас будет иметь в будущем, я решил написать научный трактат такой под названием «Мы». Я много говорил о разных наших чертах по телевидению, в разброс. Мне захотелось это все собрать воедино в научную работу. Мы удивительные люди. Хотим жить, как все, при этом быть непохожими на остальных. У нас безработица при нехватке рабочих мест. Мы сочувствуем умом, оголосуем сердцем. Робкие в быту, зато всегда герои на войне. Чтим погибших, не доплачивая выжившим. Мы всегда считаем себя умнее других, поэтому постоянно оказываемся в дураках. Мы в любой момент готовы простить тех, кого обидели, и всех, кому должны. Вот, видите, есть несколько человек таких. В этом, вот, в Филитоне, интересно, читаешь и сразу знаешь, кого сколько в зале. Это как тест. Мы ленивые, но энергичные, устаем на отдыхе, отдыхаем на работе. Таких больше. Видите? Нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. Мы уважаем только тех, кто с нами согласен. Порой от драки получаем удовольствие больше, чем от секса. Тоже есть пару человек таких. Мало, но есть. Мы удивительные люди. Мы плачем на свадьбах, а на пойминках поем частушки. Мы нищие, но всегда при этом хорошо одетые. Только мы с утра выбегаем на пять минут в магазин в вечернем. Мы суетливы, но терпеливы. Никто, кроме нас, не может так долго терпеть правительство, которое он терпеть не может. Впрочем, теперь уже можно смело сказать не правительство, а правительство, которые мешают нам, как крошки в постели. Вот сколько их не стряхивай. Видите, как много людей, как и я, под одеялом ела. Вот согласитесь, как их не стряхивай, они все равно будут тебя изводить. Мы удивительные люди. Мы вялые, но эмоциональные. Думаем два раза в день, остальное время переживаем то, что надумали за эти два раза. На этом почти все. Зато если уж думаем, то мощно всем организмам. Если наш человек задергал под столом ногами, это значит, он глубоко о чем-то задумался. При этом большинство из нас мучают три из вечных российских вопроса. Что делать? Куда все это послать? И как похудеть, объедаясь на ночь? Особенно кто-то один. Правда, она на все реагирует. Мы восхитительные люди. Восхитительные. Мы не образованы, но при этом, как никто, гадаем кроссворды. Только наш человек, не имея даже начатого начального образования, может угадать, что коня Дон Кихота звали Росинант, при том, что сам никогда не читал Дон Кихота, уверен, что самого Дон Кихота написал сам Дон Кихот. Мы ненавидим Запад, во всем ему подражая. Какие у них привитивные фильмы, мы вызвучаемся? Мы это не фильмы, не для нас, а для одноклеточных. При этом сами с упоением смотрим, как в конце фильма главный герой не просто шкаф, а шкаф с антресолями. После финального побоища на пустом ядерном полигоне, чмокая окровавленными губами, целуют героиню-заложницу среди трупов врагов и собак, которые они вместе с героиней загрызли насмерть на этом полигоне. А главное среди груды затухающих ядерных боеголовок, разбившихся о голову героя, в которой никогда не может случиться сотрясение, тем более мозга. Мы удивительные люди. Мы чтим Иисуса, забывая, чему Он нас учил, ставя свечку умоляемо процентов. Верим в обряды, а не в проповеди. Мы верующие и суверенные одновременно. Въезжая в новую квартиру, не знаем, что сделать наперед. Обмыть ее или осветить? Или сначала пустить кошку? А потом осветить, после чего обмыть вместе с тем, кто освещал. Мы странные люди. Большинство из нас уверено, что встреча с покойником на дороге поутру к счастью. С трубочистом к деньгам, с горбатым к здоровью, а с хромым и горбатым к большому здоровью. А если вечером вынести из дому мусорное ведро, то на утро в доме не будет денег. Хотя жизнь неоднократно убеждала нас в том, что если не выносить на ночь из дому ведро, то безошибочная примета только одна. В доме ночью будет плохо пахнуть. Мы язычники с православным лоском. Мы готовы плевать через левое плечо, независимо от того, кто идет слева. При этом крестимся и материмся одновременно. Прости, господи, ёпарасоте. Да, свои самые сильные чувства вплоть до любви мы выражаем самыми нецензурными словами. Нам мат необходим не столь для оскорблений друг друга, сколько для художественного восприятия жизни. Только наш человек может, стоя на берегу реки, от восхищения материться на солнечную дорожку. При этом мы очень загадочные люди. Мы так быстро живем, что не успеваем жить, как будто обещанный конец света все, через три дня. При этом каждый день у нас второй. И мы так торопимся успеть все, что даже сказанное, быстрее поясняем руками. Принеси вот эту, ту, которая за тем, что там, знаешь еще когда. И только наш человек понимает, что это книжка на тумбочке. А фраза, когда ты по той, что вниз, смотри, чтоб там не ой-ой-ой, означает не навернись со ступенек. И редко кто из нас переспросит, по той, что тут или которая, там, что здесь. Да, мы долго думаем, зато быстро соображаем. Долго думаем, где бы украсть, быстро соображаем, как это сделать. Только наш в дорогом ресторане на Западе, съев суп, может смекнуть, бросить в тарелку специально принесенную гайку и устроить скандал официанту за то, что ему принесли суп с гайкой. В результате не заплатить за суп, получить в подарок пышный десерт в качестве извинения за гайку в супе, после чего, почесав тыковку, бросить в десерт оставшийся болт от гайки. И после очередного скандала запить все это подаренной бутылкой бордо от ресторана. И еще напоследок обматерить официанта, который все время, пока он пил бордо, стоял рядом и смотрел, чтобы он не бросил в бордо еще какой-нибудь фланец. Мы непредсказуемые люди. У нас любовь с синяками, а добро с кулаками. Мы гордимся выпитым и тем, что у нас самые сильные женщины. Моя-то, представляешь, сама насильника обезвредила шпалой. Подумаешь, а моя голыми руками банки с грибами закатывает. Мы настолько парадоксальны, что по праздникам желаем счастья друг другу в семейной и в личной жизни. Женщина, подождите. Женщина, мы проводим опрос общественного мнения. Что вы можете сказать о любви? Ой, я не знаю. Я никогда мужу не изменял. При этом только мы обращаемся друг к другу по половым признакам. Женщина, мужчина, эй, вы. Удивительные люди, мы хвалим друг друга словами страшно красив. Ужасно умен. И дьявольски здоров. Мы иронизируем над словом патриот, оскорбляем словом интеллигент. Или еще хуже, вшивый интеллигент. Это особенно наше выражение. Потому что только у нас интеллигенты могли довести до такого состояния. Но самое главное, мы живем, не замечая всего этого, зато с мечтой, что когда-нибудь нам обязательно повезет, и мы все-таки встретим по дороге на кладбище горбатого, хромого трубочиста, с полным ведром мусора. Причем встретим обязательно на рассвете, хотя сами встаем в одиннадцать. И только тогда мы будем по-настоящему счастливы. Я много, конечно, всегда рассказывал о своих наблюдениях, сделанных за нами. И, наверное, первый раз, я помню, я стал делиться своими впечатлениями о поездках по стране после того, как в одном провинциальном городе, действительно, это было давно, ко мне, я выхожу из гостиницы, должен выйти, иду по коридору, а стоит дежурный по этажу. Я их называл тогда этажерки. И она такая тучная женщина, как туча грозовая совершенно. Пройти невозможно, потому что широкобедра и скулы, и фигура толкательницы, и дра такая. И она нависла. Что там я? Там таракан не проскользнет между нею и стенкой. И я так опешил, потому что она мне задает вопрос, смотрит на меня буквально вот сверху, вот так вот, как будто ловит, знаете, в воротах. Стоит и ловит меня. Она мне говорит, что вы тут? Я растерялся, потому что, а что, как отвечать? Но я горжусь тем, что я нашел правильный ответ. Я говорю, чтобы вот. И пока она думала над ответом, я прошмыгнул у нее подмышкой. Я часто говорю о нашем мышлении, очень часто. Мне кажется, об этом надо говорить. У меня целая коллекция примеров нашей соображалки. У моего знакомого одного не очень близкого, испортилась дверца автомашины, он ее не чинит. Я спрашиваю, почему ты ее не чинишь? Он мне отвечает, потому что дорого. Я говорю, конечно, дорого, но украдут машину, оставишь открытой дверцей, с открытой дверцей на улице, и что будет дороже тебе? Он говорит, никогда не украдут. Я спрашиваю, почему ты такой самонадеянный? Какой ответ? Какое, даже не восхищение, гордость за нашего человека. Он говорит, потому что у меня никогда ее не украдут, потому что я ее всегда на улице оставляю открытой дверцей к столбу. Не могут иностранцы до этого додуматься, чтобы вы знали. Но! Я часто получаю записки из зала, путешествуя по стране, однажды, в одном городе, в какой-то глубочайшей глубинке, мне пришла записка, которая вызвала во мне еще большую гордость. Записка пришла. Это вот только русский живой ум мог такое написать. Скажите, а ваш знакомый вылезал из машины до того, как он ее ставил дверцей к столбу, или после этого? АПЛОДИСМЕНТЫ Наш человек думает одно, говорит другое, чувствует третье. Что он делает, он сам не понимает. У меня знакомый есть. Так, мне так нравится он. Мы с ним дружили в детстве, он поступил потом в театральное училище, его выгнали из театрального за драку. Он драчун был такой. Потом коммерцией занялся, а потом продал ларек, купил приход. И, ну, потому что дохода от прихода больше. И вот уж только у нас, возможно. Шел по улице, никого не трогал. Это Подмосковье, у него приход в Подмосковье. Идут двое наших, говорят, давай попу в морду дадим. Вот с чего, объясните. Вот на ровном месте. Это от переизбытка энергии только возможно. Второй подрезвее был, спрашивает, вот зачем попу в морду давать? Тот говорит, а интересно, что он делать будет. Пытливый мозг у русского человека. Помнишь, как их Иисус учил? Их Иисус учил. Нас не учил. Нет. Дадут по левой щеке, подставь правую. Давай ему по левой треснем, вот так вот подойдем. Подошли, хлоп ему по левой щеке. Они же не знали, что он, ой, как соскучился по драке. Этот попяра только перекрестился, прости меня, Господи. Как отметили обоих за милую душу после этого. Мы довольно много с вами сейчас так уже смеемся, надо поменять жанр немножко. Погрустим над эфоризмами. Ну, девиз банкиров, если ты не украл, считай, что тебя обокрали. Работа нужна людям, чтобы было куда уходить по утрам из дому. Мне так нравится читать афоризмы, потому что обязательно кто-то видит себя в каком-то афоризме. Договорить дайте. Работа нужна людям, чтобы было куда уходить по утрам из дому, поэтому безработные ходят на демонстрации. Если Ева не изменяла Адаму, почему человечество произошло от обезьян? Знаете ли вы, что хирурги во время операции надевают на лицо маски, чтобы в случае неудачной операции пациент не смог их опознать? Утверждение, что все мужчины дураки? Неверно. Есть и холостяки. Какие женщины самые преданные? Блондинки или брюнетки? Седые. Научно-фантастический фильм «Женская верность». Новый русский сел в кресло в Глувре. Подходит администратор. Куда вы сели? Это кресло Решилье. Не волнуйтесь, он придет, я встану. Мать всегда уверена, что у дочери муж может быть лучше, чем у нее, но у сына не может быть жены лучше, чем у ее мужа. Сложно. Чем отличается сказка от были? Сказка – это когда женился на лягушке, а на утро она превратилась в царевну. Абыль? Абыль чаще бывает, правильно. А почему женский смех? У меня ум тоже пытливый. А это мне хотелось страны, в которых я побывал, охарактеризовать каким-то одним словом, кратчайшим путем, словом или фразой. Англия, музей, Франция, театр, Германия, декорации к сказкам «Братьев Гримм», Индия, храм, Монте-Карло, казино, Австралия, спальный район всего мира. Ну да, мало людей было в Австралии, но не важно. Испания, Сиеста, Австрия, Вальс, Ирак, Мина. Голландия, газон с цветами, которые не пахнут. Бенелюкс, банк с деньгами, которые пахнут. Швейцария, 300 лет не воевала, поэтому там даже сидят медленно. Были какие-то люди в Швейцарии, видели, как там сидят. Канада, Россия после субботника. В Канаде больше было людей, вот тоже сразу понятно все. Норвегия, лыжня, Бельгия, ювелирный магазин, Финляндия, вытрезвитель при Эстонии. Но в Питере на это, конечно, реагируют, потому что они просто с финнами каждый день общаются. А я в Таллине жил в хорошей гостинице, рядом со мной жила в номере в другом номере, в соседнем, финская семья. Даже дети с утра, по-моему, были пьяные. Вы знаете, Греция, альбом, Болгария, набор открыток, Италия, ресторан на развалинах, Турция, русско-немецкий санаторий. Южная Америка, карнавал, Куба, дискотека, Китай, капитализм под руководством коммунистической партии. Таиланд, Филиппины, Малая Азия, эротический фильм по ценам для дошкольников. Африка, спит в сафари. Израиль, самая удачная российская республика. В Израиле я сейчас был, интересно, конечно, в одном городе особенно было много русских, и один мой одноклассник объявился, подошел, говорит, я уже 10 месяцев здесь, я спрашиваю, язык учишь? Говоришь? Он говорит, учить учу, но практики мало. Молдавия, Молдавия, табор, Азербайджан, Италия в средние века, Казахстан, демократический, феодализм, Белоруссия, заповедник социализма, Украина, шабаш парапсихологов, Чечня, наказание, Грузия, нечто среднее между хором и армией, Латвия, страна особая, в ней живет народ гордый, поэтому очень маленький, Сингапур, мечта, Новая Зеландия, несбыточная мечта, Непал, покой, Монголия, вечный покой, Чехия, Албания, Польша, Литва, тоже страны, Америка, страна почти идеальная, там всего один недостаток, американцы, зато Россия хороша зимой, когда под снегом не видны канавы, ямы, свалки, мусор, а также прочее всеобщее не устроилось, я не знаю другой такой страны, как Россия, где так любят лечиться, причем непременно нетрадиционными методами, просматриваешь объявления в газетах, впечатление, что вся страна по колдунам, экстрасенсам, гипнотизерам, вот эти хохочут, точно, да, вот это, гипнотизерам, ворожеям, те им хвосты обрубают, фантомы вытягивают, что-то привораживают, что-то привораживают, что-то отвораживают, ауру штопают, карму укорачивают, нечистый дух изгоняют ритуально-очистительными половыми актами, и чем теперь наших бедняг не лечат? Иглоукалыванием, пчелопокусыванием, мухозасиживанием, чего наши бедняги не делают после этих посещений? конский хвост от сглаза на лбу носит, от сотрясения мозги едят мозг дятла, это... с утра натирают себя настойкой на пуповинах неродившихся эмбрионов, записывайте, енотов-полоскунов. Некоторые от кошмаров на ночь заземляются, к отоплению ноги прикручивают, чтобы кошмары в отоплении уходили. Для надежности утюги к ушам подвешивают, и не просто утюги, нет, а политы настоем, записывайте, на надпочечниках беременной зеленой макаки, которая забеременела от рыжего утканого, в период, когда Венера стояла задом к Юпитеру. И главное, все уверены, что это помогает. Стоит поместить объявление в газете «Колдун снимет все». Толпа. Вы не могли бы с меня все снять? С удовольствием раздевайтесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как у вас чакра обвисла. Совсем вялая чакра, да. Это вас соседи сглазили. Да. У вас есть соседи? Есть. Видите? Угадал. С вас сто долларов будем подтягивать чакру. Записывайте. Вам надо недельку погрызть угол своего дома, пока луна темная. И главное, кого не спроси, в стране всех сглазили Без сглаза есть люди, но только те, кто с порчей Да у вас порча, можете правым легким дышать, левым не дышать Нет, порча Записывайте, вам надо рано утром пойти в лес Зажав в правой руке 40 куриных пупочков Записывайте Вот там хохочет, записывает Записывайте, раздеться до гола, сесть на муравейник и ерзать по нему до рассвета Записала Вы смеетесь, а что в стране с мочой делается? Пол страны ее пьет, закапывает в нос, в глаза, в уши Вы что, занимаетесь этим? Что вы хихикаете? Поливают себя сверху, от перхоти Помогает, ой Потому что перхоть не переносит запаха мочи Она разбегается по соседям Все Некоторые еще ее выпаривают Да, когда свои не хватает, к соседям звонят Вы не одолжите нам пару стаканчиков, мы вернем вам с процентами через недельку И все уверены, что это панацея От всего помогает В газете прочитал, в официальном источнике Черным по белому, как приворожить мужа Записывайте Вы что думаете, его любить надо? Нет Надо пропустить свою мочу сквозь его венчальное кольцо Очень хотелось бы на этот процесс посмотреть Причем написано пропустить три раза Я даже картинки себе представить не могу Причем приписка, не снимая кольца Права была советская власть Она утверждала, что мы самый здоровый народ в мире Правильно Потому что лечиться успешно этими методами могут только очень здоровые люди А вас многие уже не смеются Из вас энергия ушла Записывайте Вам надо по утрам целовать в засос электрическую розетку Вообще я глупости люблю собирать Я по стране езжу и все время нарываюсь на что-то Мне Якубович показал объявление на одной автостоянке Автостоянка при аэродроме испытателей Платформа Челюскинец Если бы я не увидел своими глазами Даже я бы не подумал, что у нас настолько грустная страна Администрация автостоянки не несет ответственности за упавшие на машины самолеты В Ульяновске, в аэропорту Мне надо вылетать из Ульяновска перед Новым годом У меня уже отторв взяла, когда я по дороге в аэропорт в машине прочитал газету Потому что там на последней странице были три заметки о наших катастрофах авиационных А внизу, прямо под заметками, аэрофлот предлагает новогодние скидки Мне уже поплохело Но окончательный коллапс наступил в аэропорту Мне надо улетать Огромный плакат, красивый, стюардесса, милая очень Улыбается, написано «Счастливого пути» Под ее улыбкой она держит цветы Все хорошо, но у нее в руке четыре гвоздики Вот есть объявление, свойственное какой-то конкретно стране Вот, например, следующее Это не объявление, ценник В Минске, в Макдональдсе Произношу так, чтобы было все понятно Ценник Шизбургер А вот следующее возможно только в России Трезвые грузчики перевезут мебель Или на рынке требуется продавец на мясо Спокойно, спокойно, спокойно Я еще не начал смешное рассказывать Подождите А где еще может быть в пиццерии такое объявление У нас сквозняк, держите деньги Вот это наша жизнь российская В Киеве прочитал «Котлеты по-киевски» в скобках «США» Дурят нашего брата Почем зря В Петербурге В одном киоске в Петергофе написано Исконно старинная русская еда Гамбургеры и чизбургеры И верят многие, что это российская еда Времен Петра Первого А в другом киоске Чудно, мне так понравилось Такое ласковое название Пончики свежие из Австралии Да, это не сразу сообразить здесь можно В чем хитрость Еще на одном киоске прочитал Закрыт киоск, написано Ушла на обед, вернусь завтра Неплохо пообедает девушка А в Иркутске какая Я читаю и думаю Что-то мне нравится и не нравится Я не сразу сообразил Это редко бывает Закрытый киоск, написано Ушла на 15 минут Время местное Недавно сел в поезд Надо было ехать в один город И объявление Не знаю, захохотал ли еще кто-то в этом вагоне Но объявление было таким Граждане провожающие Проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих Из счастливого вам пути Или глупостей вокруг много Или это мне суждено их видеть и слышать Один раз в жизни Проехал на автобусе Поехал Тоже в Петербург Я там часто бываю 41 номер Вдруг водитель говорит Ехал-ехал Нормально было И водитель говорит Граждане пассажиры Кто знает маршрут 41 Просьба подойти к водителям А вообще Мое любимое объявление Не объявление Вообще Моя любимая реклама Над одним турбюро Я считаю Что они выиграли Этой рекламой Умная Правильная реклама Граждане россияне Берегите природу родины Отдыхайте в Турции В Новосибирске Прислали инструкцию К противозачаточным И там была графа Противопоказания Противозачаточным Беременность А то уже трудно возразить Я вам должен сказать Правильно написано Вообще в медицине Много смешного Человек пришел С чугунком на голове На севере В медпункт Зачем надел Непонятно Ну врач Сориентировался Написал Голова в инородном теле А студент Принимал пациента Вместо терапевта А тот говорит Посиди 10 минут Я скажу перекушу И студент Пациенту Спокойно Говорит У вашей матери Кроме вас Выкидыши были? Тихо-тихо-тихо Спокойно Не хватит Предупреждаю А перед Новым годом Стояли Деды Морозы На прилавках И подпись Ценник Дед Мороз Дед Мороз С шоколадными яйцами Сметелили в один момент Чтоб вы знали Причем А в Питере Было написано С тремя Уникальная страна А в зоопарке Просьба Я не могу говорить Просьба страусов Не пугать Пол бетонный Ни в одной стране Больше люди Страусов Пугать не будут Бедные страусы А наши ведь Вообще непонятно Почему что делают Казалось бы На самом деле От энергии Наш человек Еще раз повторяю Очень энергичный Мне человек написал Что он решил Наворовать кирпичей Вот какая Интересная история Чтобы вы передохнули Он мне сам пишет Это особенно Замечательно Решил Решил построить Пристройку к даче Ну и конечно Ему на ум не может прийти Что кирпичи можно купить Где? Наворовать Он все обшарил Все окрестности Нашел шестой этаж Недостроенного дома Ближе не было Но энергии достаточно Чтобы наносить Кирпичи С шестого этажа Он изучил Как надо это делать Заметил Что рабочие Поднимают кирпичи Наверх Бочкой Бочка на тросе Через блок Они ушли Конец рабочего дня Бочку оставили Там наверху Внизу Конец троса Привязан Он мне пишет Смеркалось Это важно Просто тургенев Записки охотника За кирпичами И И далее Он забрался На шестой этаж Нагрузил Так уж Нагрузил С нашим темпераментом Не подумав О законах физики Я это называю Неправильное планирование Ну, чтобы меньше Ходить туда-сюда Спустился вниз Смеркалось Намотал конец Троса на руку И отвязал трос Поскольку бочка была Гораздо Тяжелее его Он довольно С приличной скоростью Вылетел вверх Смеркалось Пролетая мимо Третьего этажа Он встретился С бочкой А куда он Тянется Он же По закону Физики летает По одной вертикали Он Та ему Отшибла Верхнюю половину Туловича Он кое-как Там Выкрутился Он мне пишет Подлетая К блоку Я думал Что все Оставшийся Левый Хорошо, что сам пишет Я не знаю Чем он писал Но Пишет Я перекрестился Оставшийся Свободный Левый Рукой На его счастье Существуют Законы Физики Трос Имеет Конечную Длину Да и высота Тоже Бочка Ударилась Об землю Но Выпало Кирпичи Высыпались И этот Бедолага Примерно С той же Скорости Полетел Полетел Вниз Знаете Кто как Вечер Проводит Кто в театр Ходит Кто в консерваторию Этот Устроил Разборки С кирпичами Смеркалось Пролетая Его Я считаю Я считаю Что я Внушил Вам Чувство Уверенности В нашей Энергии И в наших Плюсах Нашей Жизни Все Я хочу Закончить Изречением Одного Из наших Руководителей Наш народ Будет жить Плохо Но Недолго Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ